Здравствуйте, мои дорогие подписчики, а также зрители канала Life2. Меня зовут Надежда и сегодня хочу сделать общий расклад на такую тему, как если я скажу ему прощай, что он будет делать? Прощай вы можете сказать буквально в двух случаях, как я понимаю. Первое, это вы действительно хотите с человеком порвать отношения и хотите честно ему подкровенно сказать, что все. Между нами все закончено, прощай. И вы хотите узнать, что он будет делать. Успокоиться он на этом, будет ли он вам мешать, вставлять палки в колеса, сопротивляться как-то. Второй вариант, по которому вы можете так сказать, это некая манипуляция с целью припугнуть. И опять же резонный вопрос, что он будет при этом делать. Какое бы ни были ваше намерение и мотивации для того, чтобы сказать человеку такую фразу, либо такое слово, как прощай. Мы посмотрим на его реакцию, что он будет делать. Позиций будет четыре. Загадайте человека, мужчину. Если смотрят мужчины, переначивайте на женщин. Если я говорю он, вы для себя подразумеваете она. Аудитория на моем канале женская в основном. Поэтому я раскладываю, больше ориентирую на женщин. Ну и мужчин. Эта тема тоже касается. Мужчины тоже закрывают отношения и хотят знать, что будет. Мужчины также пользуются такими же манипуляциями для того, чтобы расшевелить женщину, вменить ее, напугать, например. А мы все это посмотрим. Я надеюсь, пока я болтала, вам хватило времени загадать свою позицию. Будем смотреть коротко, без анализа. Текущих отношений. Ну, я думаю, это будет полезно. Какой-то фон ситуации вы в любом случае поймаете. Итак, для тех, кто загадал цифру номер один, позицию номер один, что будет делать загаданный человек, если вы ему скажете прощай? Что он будет делать? Ну, тут жду. Тут человек, который, несмотря на то, что вы ему скажете прощай, он это может принять абсолютно спокойно. У него может не дрогнуть ни единый мускул на лице. Он может абсолютно с каменным лицом воспринять информацию. С абсолютным, с таким, может быть, даже, знаете, со спокойствием, которое вас где-то взбудоражит. Но он будет ждать, что это неправда. Он будет ждать, что вы пошутили. Он будет ждать, что вы вернетесь. Здесь хорошо ты сказала. Но я посмотрю в дальнейшем, насколько ты пугаешь меня, либо не пугаешь. Здесь человек может даже для себя понимать такую ситуацию, что вы действительно пытаетесь сманипулировать, пытаетесь играть на чувствах. Неважно, да, с каким намерением вы будете говорить это слово, что если вы мечтаете о том, чтобы расстаться с этим человеком и хотите сказать ему в лицо, то для вас будет хорошо, потому что человек все-таки будет ждать от вас вашего возвращения, от вас перемены вашего мнения. А если же вы делаете это с целью манипуляции, то здесь я бы хотела вас предостеречь, потому что ожидание того, что человек будет что-то делать, здесь может затянуться реально надолго. У кого-то это может затянуться на полтора месяца, а у кого-то здесь человек с каким-то, знаете, таким нечеловеческим терпением. Здесь может и на годы его ожидания затянуться, что вы все равно вернетесь. Ну давайте здесь, в итоге-то будет он что-то делать, пусть он там затаится там надолго-надолго, но в итоге-то, когда до него дойдет, что время идет, а вы ничего не делаете, ну если действительно вы не передумаете и будете выдерживать свое слово, будете действовать ровно так, как сказали, будет он в итоге потом что-то делать. Страдалец, ну прям страдалец, слушайте. Тут, знаете как, тут есть велика опасность того, что человек будет ждать, 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 потом до него дойдет осознание того, что вы не торопитесь и вы никуда не возвращаетесь, и он будет искать другую женщину, он будет искать другие отношения. Вот, и поэтому здесь вывод очевиден, да, что если вы хотите ставить точку и хотите, чтобы это было безболезненно, то так и будет. Если вы хотите с целью манипуляции, чтобы человек расшевелился, взбодрился, то этого делать не стоит, потому что подождать он подождет, а потом пустится во все тяжкие новые отношения с другой женщиной заимеет. Поэтому тут смотрите, рисковать или нет. Это была у нас позиция номер один. Позиция номер два. Если вы говорите ему «прощай», что он будет делать? Эту новость он воспримет очень болезненно. Эту новость, он, сами слова ваши и сама фраза ваша будет для него очень болезненно. Переживание, может быть, даже где-то скупая мужская слеза, там где-то в тайне будет катиться по щеке. И сказать, что он будет очень рад от этого заявления, это ничего не сказать. Не то, что там не рад. Вплоть до того, что человек может поездить в какое-то расстройство, в какую-то депрессию. Все зависит от того, какой у вас мужчина, ранимый, романтик. Здесь вплоть до того, что да, что очень переживание, когда опускаются руки, когда человек тут понимал, что много вложено и много, что он сделал в отношении и в отношениях с вами. Но здесь все напрасно. И как минимум до состояния такого очень сильного расстройства своими словами, своим разговором вы его доведете. Так, ну а делать там, что будет? Ой, ну опять страдать, страдать, переживать. Ну хорошо, ты пострадал, попереживал. А делать, что будешь? Вы знаете, нет, тут пострадает, пострадает, попереживает. А потом в один момент его как, знаете, как переключат в нем внутри какой-то тумблер. И подняв голову, он скажет, ну а что, я хуже, что ли? Я буду жить своей жизнью, я буду заниматься своей жизнью, я буду делать то, что я хочу, что мне нравится. С кем мне нравится. И здесь от человека ждать, что он будет страдать и от безысходности будет пытаться вас вернуть. Здесь опять же нет. Здесь будет так, что если ты приняла такое решение, видя, что я с этим решением не согласен, что мне плохо, мне тяжело, значит так и надо. Поэтому опять же, да, что если вы хотите порвать с этим человеком, то здесь, да, вы с ним порвете, он на коленях ползать не будет, но он будет страдать и переживать. Потом он, конечно, все это переборет в себе и будет жить заново. А если вы с целью манипуляции, то здесь не стоит рисковать, потому что, да, ему будет плохо, дурно. Вот, но потом он голову поднимет. И здесь потом может сложиться такая ситуация, даже если вы потом передумаете, вот, он себя будет вести очень эгоистично, но это будет связано с тем, что перестрадал и перегорело все внутри. И вряд ли он потом захочет налаживать с вами отношения. Поэтому для манипуляции, чтобы как-то его припугнуть, по второй позиции здесь тоже не стоит. Не рискуйте, если вам этот человек дорог, не играйте так с ним. Для тех, кто загадал позицию номер три. Для тех, кто загадал позицию номер три. Если вы говорите «прощай» его действия. То человеку как минимум не понравится то, что вы скажете. И здесь человек будет считать, что это какая-то подлая игра в его сторону. Подвох. Если вы с целью сманипулировать на чувствах человека, то человек ваш подвох, вашу манипуляцию здесь раскусит в два счета, и он будет искать способы вам отомстить. Способы здесь могут быть разные. И здесь месть может быть не молниеносный. Он подумает. Но здесь человек будет настроен, знаете, так агрессивно. И человек может пойти ва-банк для того, чтобы сделать вам плохо. Так, будет ли пытаться вернуть. Тут знаете как? Тут он отомстить вам может тем, что скажет все, что раз ты так решила, хорошо. Я тогда, вплоть до того, чтобы объявить даже о какой-то несуществующей пассии, скажет, что хорошо, да, слава богу, что ты сама это сказала. Я давно тебе хотела сказать, что у меня есть другая. Причем это может быть полное вранье, но это для того, чтобы и вам сделать больно. Он-то в себе попереживает, попереживает, но здесь вы добьетесь больше, конечно, злости и агрессии, нежели каких-то шагов. Здесь вот назло, что если ты меня бросила, я назло тебе покажу, что зря ты это сделала. Что если ты так хочешь, то ты еще локти покусаешь. Здесь, опять же, да, вот ситуация, что если вы хотите намеренно порвать с этим человеком, то здесь можно рвать, да, он разозлится, но вы со стороны потом похихикаете, кого он там себе нашел, вот, там лучше или хуже вас. И, собственно, все, там он заживет своей жизнью, успокоится на ваш счет. А если вы хотите поиграться с ним, то вы потом себе сделаете больно, когда вы увидите, что он назло вам переметнулся в сторону какой-то женщины. Здесь ситуации и с любовными треугольниками, что если вы там, допустим, жена, да, и говорите ему, все, уходи, а там уже есть любовница, демонстративно соберет вещи и пойдет. Скажет, хорошо, что если ты так хочешь, все, у меня есть женщина. Если вы любовница, здесь точно так же, да, скажете, все, мне надоело, я тебя жду, 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 а тебя все, нет, все, отношения закончены. Он скажет, хорошо, я тогда остаюсь с женой, раз ты ничего не хочешь. Здесь такой человек, который, даже если будет страдать, переживать внутри, никогда этого не покажет и постарается сделать еще больней, чем вы сделали ему. Поэтому тут как-то, ну, осторожнее с этим человеком. Что-то мы все какие-то мужчины с разной степенью ранимости, вот, но что-то какие-то такие непробиваемые. Давайте посмотрим четвертую позицию. По четвертой позиции, если вы говорите человеку, прощай, что он будет делать? На какое-то время человек, наверное, даже посчитает, что это облегчение ему, что все, отношения закончились, все, не надо напрягаться, не надо ничего делать, надо, надо оставить все так, как есть. Потом он поймет, что он стал заложником какой-то неприятной для него ситуации, что чуть ли не жертва. Вот, и тогда он всячески будет, будет вас донимать. Здесь может устраивать вам какие-то, я не знаю, встречи случайные, якобы, с целью разобраться с вами. Здесь может обрывать вам телефоны, соцсети. Здесь может, ну, просто агрессию свою проявит, потому что ему не понравится. Может быть, да, как я говорила, он вначале даже и обрадуется где-то, что все, да, все закончилось, все, я отдохну. Но потом ему, ну, станет некомфортно. Будет его жизнь такая какая-то спокойная, как болото. И он поймет, что вот это болото ему организовали вы своим уходом. И ему захочется вас вернуть. Причем он будет жестко пытаться вас вернуть. Это могут быть какие-то, вот хочется сказать, знаете, будет пытаться вас пугать. Будет пытаться вас шантажировать. Будет угрожать здесь все, что угодно может быть. Конечно, если вы хотите расстаться с ним навсегда, то здесь, конечно, будет сложно с этим человеком. А если вы хотите с целью поманипулировать, ну, вы посмотрите, да, как его такое лояльное настроение на ваше расстояние, на ваше расставание. Потом сменится такой какой-то активной позиции, активной позиции во что бы то ни стало вас вернуть. Да, пройдет какое-то время. Он выдержит, не знаю, какую-то, знаете, такую театральную паузу, показушную. Причем здесь может отдыхать, развлекаться, может, там, я не знаю, там, встречи, пьянки с друзьями, там, рыбалки, вот, все, что угодно. А вот когда вот спадет вот этот вот его вот кайфовый такой период, он поймет, что ему пусто без вас, что ему нормальной жизни без вас нет. Вот и тогда такая злость какая-то появится, что вот вы своим решением оставили его вот в такой вот болотистой для него ситуации. Гнев его, конечно, может сменяться на милость, да, что будет пытаться по-плохому. Ну, если по-плохому, то вы ему, скорее всего, отпор будете давать, будет сменять гнев на милость где-то и по-хорошему, вот. Но в целом здесь такой, знаете, активный человек, который вряд ли будет здесь сдаваться и вот так вот скажет, да, дорогая, ты хочешь уйти, уйди. Нет, такого здесь не будет, здесь не та личность, с которой вы захотите порвать. Но с целью поиграться, его расшевелить, да, действуйте, тут ситуация в ваших руках. И да, я думаю, что вы здесь данную позицию смотрите с целью подтвердиться в своих собственных словах, что я сейчас ему устрою, вот, а он потом пожалеет. Вот, я вам подтверждаю, да, что он пожалеет, вот, но он пожалеет самого себя, что как он бедный и несчастный, в какой он ситуации тут оказался. Благодаря вашим словам, благодаря вашему решению, так что, так что ждите. Вот, ну а на сегодня все, я желаю всем хорошего настроения, всех с наступающими праздниками, до встречи в новых видео, пока-пока.